так вот смотрите в чем разница и в чем ну то что просто рассказывал да и в чем как бы смысл вот этого наложили на себя рук в данном случае крещение мы когда крестимся обычно православие говорят да три пальца соединяем к лбу ниже губка плечу к плечу к правому потом к левому в итоге получается вот эти точки в прикосновении нарисовал да таки получается мы ведем линию так колбу сюда потом потом сюда сюда и сюда получается мы накладываем себя звезду они крест по сути то есть имел сведу крест мы получился по движению звезда в итоге звезда это что такое это сокращенно говорит сатаринский знак это пентакль который замыкает запрещает какой-то энергии проходить да по сути мы должны были активизировать наши чакры и вот когда чакр много их не только 7 до тела как обычно рисуют головая чакра тут в центре шишковидной железы и еще выше там их вот например плечевая плечевую чакра есть да вот древний славянский крест обязательно если чакры еще и задействовала то есть вот тоже получается крест такой кстати крестов много начертания есть они были и до христианства такой вот есть вилочковый крест например только вот эти чакры задействовать чакр много они на каждом на запястье там на всех суставах на каждой фланге пальца да и вне тела тоже расположены и когда пришел советский союз он наложил вот эту вот печать звезды на все соответственно места где вот у нас чакры чтобы никакой энергии не проходило особенно военных погоны были тут звезда на кокарде на пряжке звезда а это как раз не же пупка получается 4 цуня как говорится да вот этот вот пряжка там ну и на всех пуговицах там все пуговицы все наши чакры перекрывались потом из пальцев идет энергия его активная энергия которую можно сфотографировать в принципе фотоаппарата да они свечения показывают вокруг каждого пальчика каждого листика каждого любой предмет биологический он светится вот этим излучением самое мощное излучение это из центра ладони и из кончиков пальцев да и также эти пальцы символизируют определенные каналы которые когда индусы там индийцы в позах сидят медитативно они перекрывают соответственно какие-то канал открытые работают раньше крестились вот так двумя пальцами да иисус на старых иконах показан вот такой можно это канал перекрыть сможем вот это канал перекрыть а то другими там что-то делаю да как-то себя сам настраивают я же это делаю открытой ладони то есть все энергетический канал открытый и чакры что такое чакра чакра это вихрь вихрь он должен куда-то входить и откуда-то выходить то есть там есть еще смысл вращения как мы если мы по число стрелки в тело вводим этому энергию туда запускаем если под против числа стрелки то оттуда вытягиваем энергию получается вот как я кричусь да тут нету смысла какую-то там рисовать фигуру да а просто как бы вот вокруг чак здесь 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 и так много кратно то есть не останавливаясь вообще просто запускаешь 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 работать по себе пускай запускает может дополнить на какие-нибудь чакры взять еще например да и когда я стал это делать я увидел то что называется сказательно в сказках древние так это говорится там поймать жар птицу до схватить за пирожа птицу выручки на пирода или там сходить за хвост ну вроде как бы это сказки да на самом деле это реально увидел когда лежал закрытыми глазами вот от этих вот от пальцев идут с полости на ки энергетические они такие оранжевого цвета алого золотистого такого цвета и перед нами машу и это что видно оказывается видно что я нарисовал вот такую спираль влаят как бы голова опустился хвост тут такой нарисовала хост от этих от пальцев потом по плечам я тут виду получается у меня вот такие вот от пальцев полосы в итоге получается даже птица это крылья на хвост на голову хвост такой длинный тогда махнул и крылью сделал это все прямо воочию видел вот она магия вот это вот внутренней энергетики до которую можно зарядить в себе зарядить ну лечить себя либо этой энергетикой на кого-то в данном случае в лечебных целях да можно создавать какие-то фантомы тоже для каких-то своих целей об этом вообще отдельный разговор ну просто вот берите на заметку что вот есть такая практика и так она работает ну а соответственно техника вхождения в это состояние это тоже один разговор это там через медитацию аутогенную трансцендентальную тренировку через прохождение точки ноль когда инвертируешь энергетику отрицательную положительную молитва также туда включается мантра включается это как бы но такое сбор из пяти техник которые объединены в одну они не противоречит друг друга наоборот дополняют вот об этом я буду рассказывать на тренинге если ко мне придете про специальные энергетические воздействия на человека на следующий раз а сейчас мы продолжаем наш тренинг по специального мануального массажа с вами был Олег Алабудин пока пока